Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Сегодня очередной спекулятивный день. Мы с вами стартуем с очень хорошего настроения, поскольку вчера была потрясающая торговая сессия. Те события, на которые мы с вами настраивались, оказали тот эффект, который нам хотелось бы видеть. Мы дождались еще большего укрепления курса американской валюты и дождались серьезного системного прессинга, который был оказан на рисковые инструменты и на товарное сырье. Потому что бренд у нас вчера добрался до нашей с вами предварительной ближайшей цели и пробил поддержку на отметке 51,5 доллара за баррель. Плюс ко всему, сегодня среда, как говорится, среда пришла, неделя прошла, скоро выходные, но есть еще несколько отчетов, которые мы обязательно с вами должны проанализировать. И мы это сделаем. На повестке сегодняшней торговой сессии в целом статистики не так уж и много. Есть еще пару релизов, которые уходят на пятницу по американской экономике. И мы их будем интерпретировать с точки зрения того, смогут ли они повлиять на фактическое решение ФРС по поводу ужесточения монетарной политики. У нас декабрь медленно, но верно, приближается. Совсем немного остается до этого интересного, крайне волатильного месяца, потому что он не только будет замыкать 2016 год. Он наконец-таки расставит все точки над «и» по поводу перспектив американской денежно-кредитной политикой. Мы, разумеется, будем в первых рядах, поскольку стараемся следить за всеми важными макроэкономическими событиями. Ну и никак не упустим такую фундаментальную бомбу. Ну а теперь давайте переходить к нашему традиционному сценарию. Поговорим о нефти. Закрытие прошлой торговой сессии по бренду 51.25, ниже 51.5 доллара за баррель, ниже этой поддержки. И, соответственно, ставим уже на то, что инструмент товарного сырья и энергетического рынка бренда будет сползать дальше к следующему уровню 50 долларов за баррель. Сейчас актив торгуется на отметке 51.2. Причин для ослабления нефти на самом деле очень много. Во-первых, это усиливающийся скепсис со стороны участников рынка по поводу тех договоренностей, которые могут быть достигнуты 30 ноября в Вене. Это события номер 1, номер 2 и номер 3. Конечно же, более стоящего фундамента для рынка энергоресурсов найти сейчас нельзя, поскольку мы знаем, что это та самая дата, где могут быть приняты решения, направленные на разрешение. Ключевой проблемой это перекос между предложением и спросом, который присутствует на рынке энергоресурсов. Но сейчас все больше недоверия к этому событию со стороны трейдеров, потому что появляются дополнительные комментарии со стороны ближневосточных государств, которые выступают свидетельством того, что не все разделяют позицию солидарного единства по ограничению производства. В частности, последнее, что мы услышали, это заявление со стороны Ирака, которое было сделано в адрес всей организации стран экспортеров нефти, с просьбой освободить данное государство от обязательства по ограничению добычи. Поскольку Ирак крайне нуждается в дополнительных поступлениях от продажи нефти, поскольку ведет сейчас очень важную для всего мира борьбу с террористической организацией исламское государство. Конечно же, без Ирака, который является не просто рядовым представителем ОПЕК, а вторым по величине производства нефти среди всего ближневосточного коктейля после Саудовской Аравии, достигнуть каких-либо важных договоренностей и реально повлиять на предложение будет очень трудно. Единственное, на что готов пойти Ирак, это на заморозку тех уровней добычи, которые были показаны в сентябре. Но, вспоминая эту цифру, 478 миллионов баррелей в сутки, конечно же, здесь совершенно очевидно то, что добыча, собственно, производству представляет очень большую угрозу для еще большего риска увеличения предложения. И 478, конечно же, очень много. Снижать нужно производство. Это 100%. Мы помним также, что и Иран не очень-то за, скажем, этих потенциальных договоренностей, напротив, выступает, скажем, старается использовать любой повод, чтобы избежать того, чтобы и это государство, скажем, под одну гребенку смели. Потому что Иран преследует свою долю, это, скажем, экспансия на рынке и увеличение добычи до тех уровней, которые были показаны еще до введения со стороны США санкций. То есть это уровни 2012 года чуть выше 4 миллионов баррелей в сутки. Поэтому настроения, безусловно, будут меняться еще на протяжении всего месяца. И каждый раз, когда мы будем получать подобные комментарии со стороны основных игроков, они тут же будут сказываться в динамике актива и энергетического среза, который мы следим. Но пока что эти настроения настраивают нас на то, что нужно придерживаться прежнего коррекционного посыла и ставить на наше старое доброе ослабление и WTI, и Brent. Но, в частности, по Brent мы с вами ждем все-таки тестирование поддержки 50 долларов за баррель. Из других факторов это укрепление позиции американской валюты. Сейчас доллар находится на подъеме и, разумеется, теснит рисковый инструмент, к которому традиционно относится и нефть. Под угрозой стоимости всего товарного сырья, потому что цены на товарное сырье, как раз и номинированное в американской валюте. Ну и, конечно же, вчера под закрытие торговой сессии в 23.30 вышел отчет от Американского института нефти по объемам запасов нефти США. И мы с вами, помните, делали ставку на сезонные факторы, согласно которым закрытие нефтеперерабатывающих заводов позволит нам предположить, что запасы будут расти. Первый сигнал по версии АПИС за прошлую неделю, которая завершилась 21 октября, они увеличились на 4,8 миллиона. Сегодня у нас официальная оценка в 18.30 от Министерства энергетики. Я надеюсь, что эта цифра будет соотноситься с тем, что мы вчера получили и увидели от Американского института нефти. Поэтому факт увеличения запасов станет еще одним триггером, очень важным, результативным и весомым для всего рынка энергоресурсов. И позволит нам затащить бренд ниже 51 доллара за баррель. Сомневаться в том, что этот коррекционный уклонный вектор сохранится, пока что не стоит. Нефть реально снижается. И если еще в игру вмешается, опять же, усиление ценовых позиций американцев, мы с вами сможем очень быстро оказаться ниже планки 51 доллар за баррель. Российская валюта 62.24 еще не в полной мере осознала то, что случилось на рынке нефти вчера. Серьезное ослабление, которое должно стать причиной девальвации, пересилив даже налоговый период, который все еще актуален для российской экономики. Спрос на рублевую ликвидность уже не так выражен, но все равно факт налогового периода, как национальный позитивный фундамент, он, конечно же, локально поддерживает рубль. Но уже не в той мере, как это было, скажем, в начале этой недели. То есть мы полномерно можем уже списывать его со счетов и снова упирать, скажем, нашу идею в факт соответствия с котировками черного золота и осознанием того, что снижение нефти будет девальвировать рубль. 62 держится до тех пор, пока, собственно, пара торгуется выше этой поддержкой, нам не стоит даже волноваться. Мы ждем пару выше 63. И если бренд все-таки продавит поддержку 51 доллар за баррель, я уверен, что до конца этой недели мы окажемся по паре USDRAP выше 63. Европейская валюта против доллара. Сейчас котировки 1.08.86. Вчера минимальным значением уровня мощной поддержки, от которого началась игра на повышение отскока, выступил ценовой рубеж 1.08.50. Сессия торговая была крайне интересна, волатильна, хотя это было характерно не только для пары евро-доллара, а буквально для всего рынка Афорекс. Потому что основным триггером движения выступил американец, а американская валюта уже влияла на настроение прочих валютных активов. Но если говорить по евро-доллару, буквально большую часть торговой сессии евро находилась под серьезным прессом. И я был уже поверил, что вот он, как раз тот самый день, когда мы с вами сможем закрыть еще один профитный ордер, поскольку доберемся до поддержки 1.08. Потому что все располагало к этому. Прежде всего мы получали удовольствие от того обычного ралли, который показывал доллар, поскольку трейдеры продолжают спекулировать на сроках повышения процентной ставки, не сомневаясь, что это случится уже в декабре. Поэтому усиление позиций доллара стало причиной серьезного прессинга, в том числе и на европейскую валюту. Был мощный фундамент еще, признаю. В частности, вчера по еврозоне вышел целый блок статистики от Института ИФА Германии. Оценка бизнеса оптимизма, в частности отчет 110,5 с 109,5. Индекс экономических ожиданий 106,1 с 104,5. То есть увеличение и лучше, собственно, цифры, как в соответствии с прогнозами, и лучше, чем те значения, которые мы наблюдали в прошлом месяце. Но повлияла ли эта статистика на евро? Совершенно никак, поскольку все-таки определяющим триггером был доллар. И даже столь важному релизу, как ИФА, не удалось совладать и противостоять силе того фундамента, который шел со стороны Соединенных Штатов Америки и со стороны растущего доллара. Я думаю, что сейчас уже никто не сомневается в том, что пара евро-доллар доберется как минимум до отметки 1,08. А если среди вас еще есть трейдеры, которые продолжают делать ставку на рост, я советую вам прямо сейчас открыть графики доходности американских облигаций, сравнить их с тем, что мы наблюдаем на европейском рынке, чтобы убедиться в том, что спред на текущий момент продолжает обновлять многомесячные максимумы. И по мере приближения декабрьского заседания, по мере усиления, опять же, ожидания того, что ФРС все-таки пойдет на нормализацию денежно-кредитной политики, мы с вами будем наблюдать расхождение, увеличение, собственно, этого спреда, который будет играть на руку американской валюте, потому что повышается интерес к американским активам, номинированным в долларах. А вот евро в связи с этим будет только проигрывать. Из важных событий сегодняшнего дня по еврозоне в целом выделить нечего. Также стоит отметить, что еще одним важным событием прошлой торговой сессии стала пресс-конференция Драги. И кто-то считает, что именно выступление Драги стало причиной того самого отскока пары евро-доллар наверх. То есть, евро увидело достаточно позитива в том, что говорил Драги. Я хочу, чтобы вы не поддавались на это заблуждение. Драги ничего восстановительного и позитивного для евро не сказал. Потому что, если тезисно, опять же, разбирать, самое интересное, что было отмечено, это отсутствие сейчас оснований на выход из программы количественного смягчения, отсутствие оснований на коррекцию основных параметров действующих агрессивных стимулов. Драги подтвердил то, что такая сверхмягкая политика сохранится в актуальность до тех пор, пока не будет достигнут целевой показатель по инфляции. И вот как только инфляционные ожидания будут стабильными, устойчивыми в плане роста, тогда, может быть, ЕЦБ и задумается о возможности сокращения и объемов, и, собственно, сроков программы количественного смягчения. Но произойдет, я уверен, это не раньше еще конца 2017 года. У нас с вами уйма времени, чтобы следить за инфляцией, говорить о системных рисках, о проблемах всего валютного блока и о политической еще составляющей вокруг Брекзита, которая будет все равно упираться в мягкие комментарии, которые мы продолжим слышать со стороны господина Драги. Причина, по которой евро вчера восстановился, кроется, опять же, в динамике курса доллара. А при этом, говоря про доллар, мы понимаем, что здесь сейчас чуть неопределяющим звеном и стержнем его поведения является ситуация на долговом рынке. Вот большую часть торговой сессии вчера мы наблюдали, как доходность американских трежерис находилась в устойчивом, восходящем движении, и ближе к концу дня, ну, непонятно по каким причинам, этот локальный восстановительный тренд был сломан. Соответственно, снижение доходности от отходов, от максимальных значений, которые были показаны по дню, спровоцировало ослабление индекса доллара, ну, и потащило за собой американца вниз. Правда, не так уж и сильно, чтобы говорить о каких-то критических потерь. Но слабость доллара тут же сказалась, соответственно, восстановлением рисковых инструментов, и вот евро получил от этого поддержку. Я думаю, что европейская валюта будет и дальше оставаться под давлением. Даже не хочу говорить про краткосрочные ценовые ориентиры, потому что даже краткосрочно вижу евро против американца как минимум на отметке 1.08. Думаю, что многие из вас разделяют такую же позицию, поэтому уже находятся в коротких сделках по паре евро-доллар и ждут эту планку, эту поддержку, как возможность зафиксировать очень хороший профит. Дальше идем. Фунт против американца 1.2162. Здесь еще более интересная динамика, потому что фунт очень неплохо просел, достигнув, по сути, минимального уровня ниже отметки 1.21. После чего последовало восстановление, до пары вернулось в район 1.22. Сейчас видим то, что фунт снова под давлением. И я надеюсь, что до конца этого недели мы сможем, скажем, в идеале добраться до планки 1.20, но также было бы неплохим сценарием, как альтернатива закрыть неделю ниже уровня 1.21. Пока все предпосылки для этого есть. Важным событием вчерашнего дня стало выступление подседателя банка Англии Карни. Ничего стоящего, собственно, он не сказал. То есть, если кто-то из вас связывает восстановление фунта, которое пошло от минимальных уровней до отметки 1.22, с речью вот как раз Карни, как кто-то связывает восстановление евро с комментариями Драги, это не совсем правильно, потому что так же, как и по аналогии с евро, здесь ключевым фактором движения выступила американская валюта, о которой мы уже отчасти поговорили. От Карни мы ничего не услышали. Но единственное, что ослабление фунта было действительно существенным, и в следующий раз, когда Банк Англии будет задумываться о коррективах текущей денежно-кредитной политики, он будет исходить из текущей ситуации на национальном валютном рынке. Вот все. Сделать акцент на какой-то другой комментарий, более интересный, у меня даже сейчас нет возможности, потому что действительно это основное, что удалось услышать, и то, что было сказано руководителям британского регулятора. Я снова вас возвращаю к очень интересной идее от Goldman Sachs, который, в принципе, ее снова озвучил для своих, клиентов. Это идея, которая позволяет связывать текущую ситуацию в отношении фунта с состоянием платежного баланса. И вот, поверьте, Goldman Sachs, британская валюта, исходя из текущих экономических реалий, для того, чтобы соответствовать с достаточным показателем сальдо платежного баланса, должна ослабить на 40%. Диапазон был определен, правда, от 20% до 40%. Сейчас мы видим то, что фунт после референдума серьезно просел уже порядка 20%. По мнению Goldman Sachs, скорее всего, фунт достигнет по слабости медианного прогноза, то есть, эта девальвация составит около 30%. Поэтому мы с вами из-за этого можем сделать простой вывод, что фунт еще рискует потерять процентов 10. И 10% от текущих уровней, вы сами прекрасно понимаете, что это очень много. И такие ожидания крупных инвестиционных банков, понимание тех проблем, с которыми сейчас столкнулась Англия, понимание, осознание того, что фунт не просто так снижается вот уже которую неделю, достаточно, чтобы сохранять короткие позиции и иметь эти, как минимум, районы поддержки 1,20. Вот вы увидите, мы очень скоро доберемся до этой планки. Если даже не благодаря дополнительному негативу, который может в любой момент прийти со стороны Англии, то уж, по крайней мере, благодаря сильному доллару, который еще покажет свой характер. И непременно против иена окажется выше 105 иен против американца. Это как котировка по валютной паре. Дальше идем. Доллар японская иена. Сейчас 104.28. Мы все-таки дождались закрепления пары выше отметки 104. Локальный хай был в непосредственной близости от уровня 105. Но еще не вечер. Уверен то, что и до этого уровня мы с вами доберемся. Что же выступило причиной такого повышенного спроса на доллар? Я думаю, что все началось с высказывания представителя ФРС Уильямса, который традиционно разделяет жесткие взгляды по поводу монетарной политики, отметившего, что декабрьское заседание это идеальное время для того, чтобы ФРС поднял процентные ставки. Потому что в момент, когда принимаются столь ответственные решения, за ними должна обязательно следовать пресс-конференция, чтобы руководство ФРС могло все разжевать и объяснить тем, кто интересуется, почему, собственно, такой шаг и такие меры были приняты. Поэтому в ноябре у нас пресс-конференции не будет. Остается декабрь. И остается также понимание, что до конца 2016 года, ну, один раз должны ведь поднять процентную ставку. Если это случится, ралли по доллару даже на ожидании будет продолжено и дальше. Статистика будет этому только способствовать. В частности, вчера вышел еще отчет по индексу цен на жилье. Хорошая статистика, которая снова добавила еще один позитивный момент данному сектору американской экономики. Уровень доверия потребителей. Вчера чуть просел, со ста трех и пяти до девяносто восьми и шести. Но расстраиваться не стоит, потому что текущее значение совпадает со средним уровнем, который является свидетельством восстановлений и потребительских настроений. В общем, макроэкономическая картина по-прежнему выглядит довольно-таки неплохо. Позитивный ключ и фундамент сохраняется. Мы ждем следующие релизы. Понимаем то, что каждый последующий отчет, более-менее стоящий и важный, будет добавлять вероятности к повышению ставки. Сейчас, по версии FedWatch, вероятность того, что ставка будет повышена в декабре, составляет уже 70%. Соответственно, при более сильных данных от последующих отчетов Non-Farm Parals, то есть до декабря, у нас есть возможность подрасти вместе с этой вероятностью чуть ли не до 80%. Вы уж точно свято верите, что ставка будет повышена. Сами прекрасно понимаете, то, что доллар растет не просто так сейчас. Он понимает, что такие изменения все-таки произойдут, и в соответствии с ожиданиями этих изменений курс должен быть повыше. Наша цель 105 йен против американца. Австралийс против доллара. Здесь, пожалуй, мы немного оступились. Очень верили, что инфляция снова просядет и даст нам еще один сигнал того, что Резервный банк Австралии будет смягчать экономическую политику. Вот сегодня утром в 3.30 вышел отчет по инфляции. В годовом выражении 1,3% рос с одного. И поскольку сильные данные по инфляции, ну, не такие уж и сильные в целом, это только один отчет, который еще и не сломал факт снижения инфляционных ожиданий, но настроение уже серьезно подняло отношение австралийцев, потому что актуальные котировки у нас 0,7688. Я хочу предложить вам идею, сославшись на банк Моргенстенды, на который мы обычно по возможности. Обращаем внимание, они сейчас предлагают следующую идею. Поставить довольно короткий стоп-лосс на отметке 0,7750. А вот что касается профита, ждать его на уровне 0,70. То есть, получается, точнее, не 0,70, а 0,65. Правда, на это может понадобиться не меньше, чем 7-8 месяцев. Для долгосрочных трейдеров, может быть, эта идея будет интересна. Я считаю то, что прежде чем мы сможем говорить о возможности возвращения пары австралийцев против доллара к отметке 0,65, нам все-таки нужно пробить 0,70. А для того, чтобы это случилось, нужно и дальше получать слабые данные по Китаю, нужно и дальше говорить о низких значениях по инфляции и о высоких шансах на дополнительное экономическое смещение со стороны Резервного банка Австралии. Пока, в целом, этот подход фундаментальный сохраняет свою актуальность. Поэтому я предлагаю вам действительно выставить такой довольно короткий стоп на отметке 0,77,50, а в качестве ближайшей цели все-таки ждать возвращения пары в район 0,75. Также хотелось бы еще отметить пары евросвисий и доллар-франк, то есть против франка. Все. Евросвисий, вы помните, что я настоятельно рекомендовал вам занять длинные позиции по мере возвращения пары евросвисий в район 1,08. Мы видели, как этот уровень был подвергнут тестированию, откуда снова началась довольно стремительная игра на повышение. Сейчас котировки по евросвисии составляют 0,829, локальный хай был 0,861. И думаю, что основу не обошлось без интервентного вмешательства со стороны Национального банка Швейцарии, о чем нам говорил Джордан, который возглавляет данный швейцарский регулятор. То есть понимаем, что швейцарская валюта по-прежнему является очень дорогой, представляет угрозу для стабильности темпов экономического восстановления и для национального экспорта, а значит мы можем смело настраиваться на то, что позиционно франка будет оставаться под давлением в связи с возможными действиями со стороны Национального регулятора. Но самый вероятный сейчас исход это дополнительные интервенции, которые будут каждый раз проводиться Национальным банком Швейцарии по мере приближения пары евросвейси, к примеру, в поддержке 1,08. Мы это прекрасно видели. Доллар-франк практически добрался до нашего заветного уровня паритета. Немного не хватило, буквально несколько пунктов, но то, что мы сказали и отметили уже по поводу американцев и понимая, что может произойти вкупе еще, какие меры могут быть задействованы со стороны Национального банка Швейцарии, паритет, это тоже то сопротивление, которое мы непременно протестируем в самые ближайшие дни. Из важных отчетов сегодняшнего дня в 16.45 индекс активности в сфере услуг США, в 17.00 статистика по рынку недвижимости, по продаже домов. Ждем дополнительную поддержку для доллара и ждем, чтобы USD иена сохранила свой восстановительный тренд, а рост доллара оказал дополнительное давление на рисковые активы. И в 17.30 у нас запасы нефти в США, ждем повторения оценки Американского института нефти, то есть роста запасов, и ждем снижения бренда ниже 51 доллара за баррель. Кодовое слово на сегодня копия, величина бонуса 15% действует он до следующего брифинга, который состоится в прямом эфире через перископ завтра в 9.30 по московскому времени. Если у вас есть вопросы, с огромным удовольствием на них отвечу. Можете задавать их либо на форуме о маркетс в аналитическом разделе, либо на нашем канале на YouTube, прямо под актуальным и свежим видео брифингом. Ну и, конечно же, не забывайте ставить ваши лайки. На этом все. Хорошей вам торговой сессии, попутного тренда и исключительно прибыльных сделок. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok